В Гродно продолжают проводить ПЦР-исследования для выезжающих в страны ЕАЭС по программе «Путешествуй без COVID-19». Услуга появилась в Гродно в начале июля. Специалисты отмечают ее востребованность как в нашем городе, так и в регионе в целом, так как сегодня невозможно попасть в ряд стран ЕАЭС, не имея в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19» отрицательный результат ПЦР-теста. Так, например, с 10 июля попасть в Россию невозможно без тестирования и отрицательного результата. Чтобы пройти исследование, требуется скачать приложение «Путешествуй без COVID-19». Его разработали в России и сейчас платформу может скачать любой желающий. В меню платформы выбирается лаборатория, в которой удобнее пройти исследование. Приложение распознает геолокацию пациента и само предлагает ближайшие лаборатории. В Гродно они находятся в профессорско-консультативном центре, областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также областной инфекционной больнице. Пройти исследование в регионе можно в Островце, Волковыске и Лиде. Важно, что результат ПЦР-исследования актуален только в течение 72 часов. Услуга сдачи теста платная от 38 рублей. Учитывая, что количество транспортного сообщения с каждым днем с Российской Федерации, с Казахстаном и с Арменией увеличивается, то эта услуга крайне востребована. И мы уже выполнили более тысячи тестов. Что касается удобства для населения, здесь, еще раз, как мы отмечали в начале, отсутствует необходимость повторного прихода в то учреждение, где выполнялся забор материала. И, соответственно, это уменьшает риски и контакты с пациентами, которые, к сожалению, могут быть инфицированы коронавирусной инфекцией. К слову, в Гродно уже 17,4% жителей уже прошли иммунизацию первым компонентом от коронавирусной инфекции. Вторым – 13,65%. Напомним, что привиться от COVID-19 можно в любой поликлинике города, а также в торговых центрах Тринити, Олдсити и Корона. Между тем, в Беларуси обновили официальную статистику заболеваемости. По данным на 31 августа в стране с начала пандемии коронавирусом переболело более 481 тысячи человек. За последние сутки прирост составил 1168 новых случаев. Выздоровели и выписаны 474 тысячи пациентов. Умерли 3780 человек.